Всероссийская перепись населения – одно из важнейших событий, в результате которого собираются статистические сведения о демографической и социально-экономической ситуации в стране. Перепись проводится не реже, чем раз в 10 лет. Она должна была пройти в этом 2020 году, но пандемия коронавируса внесла коррективы. Перепись была перенесена на апрель следующего года. За ее проведение отвечает Росстат и его отделение во всех территориальных образованиях. Специалисты уже составили организационный план по проведению переписи. Он состоит из 60 переписных участков, на которые разделена весь городской округ Щелково. И мы будем в этих 60 участках располагать стационарные участки, и на каждом переписном участке будет работать по 6 переписчиков. Сейчас уже объявлен набор добровольцев, которые пройдут обучение и будут проводить перепись. Всего на эту работу будет принято около 500 человек. Мы хотим подобрать координаторов, их 60 человек, стационарных переписчиков 60 человек, и более 300 человек – это переписчики, которые будут обходить помещение и переписывать население. Наталья Ильченко назвала и размер вознаграждения, которое будет выплачиваться добровольцам. Переписчики получат 18 тысяч рублей, координаторы – 20 тысяч. Для этой деятельности приглашаются люди старше 18 лет. Кстати, в эту перепись появилось важное нововведение. Теперь оставить данные о себе можно даже без участия переписчиков. Часть людей наших с вами может переписаться и через интернет-портал, зарегистрироваться на госуслугах и пройти эту перепись через интернет-портал. Это очень легко и доступно. Займет немного времени, порядка 10-15 минут. Для того, чтобы жители отличали переписчиков, их снабдят удостоверениями, очень заметными портфелями и шарфами, а также другой атрибутикой. Каждая перепись населения выявляет то количество людей, которые проживают на территории нашей страны. Это является основным фактором для формирования экономической политики страны, решений к социальных проблемам. Поэтому перепись важна для каждого человека. Андрей Циханович, Валерий Жегли, Щелковское телевидение.